Приветствую вас, я прочитал ваше сообщение, ваше письмо, и среди всего хочу сказать вам о том, что вот свой вопрос, а вы спрашиваете у нас, как вам быть в этой ситуации, ситуация действительно непростой, ситуация действительно достаточно тяжелой, так вот, давайте сначала просто подумаем, вы сами, какого ответа хотели бы от нас? То есть, понимаете, ну вот, скажем мы вам, допустим, чтобы вы уходили из дома, в котором вас не уважают, да, ни во что не ставят, и так далее. Вы нас послушаетесь? Вообще, может быть, конечно, вы нас послушались бы, но я не думаю, что это правильно, потому что решение такого рода, решение таких серьезных вопросов, вам нужно принимать самостоятельно. Я думаю, что это более чем справедливо и правильно. Это первое, что я хочу вам сказать. То есть, я думаю, что профессиональные эксперты будут давать вам какие-то, вот знаете, конкретные советы. Просто потому что это не является этическим. Но я, вот, прочитав ваше сообщение, могу сделать, могу заключить, точнее, могу заключить, что у вас можно ситуацию разделить на несколько частей. На несколько элементов. Первый элемент, это элемент вашего мужа. То есть, объективно, объективно, это семья ваша с ним. И если говорить о том, что вам надо делать, то, в первую очередь, это, я надеюсь, понятно, эти моменты нельзя решать без вашего мужа. Потому что муж все-таки, это значимая фигура в вашей ситуации. Значит, ваш муж, с которым у вас, как я понял, есть определенные проблемы. Почему ваш муж, когда на вас женился, он свою маму не послушал, а после того, как женился, он, собственно говоря, начал, получается, свою маму слушать. То есть, мне вот этот момент и, если честно, не очень ясен. То есть, чем обусловлено его такое поведение? Если у него вообще какая-то четкая структура поведения, если у него какой-то, знаете, определенная позиция по отношению к вам, то есть сказание, что есть, он считает, что вы должны целовать ноги свекровью. Ну что ж, кто что должен этот вопрос решать индивидуально. Я думаю, что раз вы не согласны, значит, ваш муж, ну, как минимум, не прав в этом. Да и вообще он не прав, потому что, ну, он, получается, вас никак не защищает, он не заботится о вашем ребенке, он не защищает свою семью, ну и, в общем-то, в общем-то, очень странно получается, что вы до сих пор все это терпите и очень странно получается, что вы до сих пор с ним. Значит, в этой ситуации вам нужно, прежде всего, совершенно четкую позицию занять по отношению к себе самой. То есть, ваш мужчина не собирается что-либо менять, потому что ему так удобно. Ему удобно, что вы полностью подчинены, видимо, его маме. Ему удобно, что вы полностью зависите от его мамы и от него самого. И из-за этого он никогда, наверное, сам по себе ситуацию не изменит. И для того, чтобы она хоть как-то улучшилась, вам нужно проявлять самостоятельную устойчивость и самостоятельно бороться за свое счастье, за свой личный комфорт. Вам всего 20 лет, у вас вся большая жизнь впереди. Я надеюсь, что вы с этим не будете спорить. И исходя из этого, не сложно сделать вывод. Все, с мужчиной вам очень желательно пока на время расстаться. То есть, я понимаю, что человеком вы дорожите, я понимаю, что без него вы не хотите быть, но у вас нет особого выбора. Если говорить о том, как вам изменить ситуацию, то здесь надо понять. Не своего мужа, не свекровь вы не изменится. Это взрослые, создающиеся люди, со своими четкими приоритетами, со своими целями и желаниями. И они свои желания навязывают вам. Почему? Почему они навязывают вам? Потому что вы это позволяете. Ну, вы, наверное, со мной не согласитесь. Вы скажете, что, ну, а как я могла не позволить, если это мой муж и все. А вы знаете, спорить с вами я не буду. Потому что, ну, память надеюсь, понимаете, спорность к хорошему не приведет. Главное не понять, что, ну, не переделать вам мужчину вот так вот просто с радостью. То есть никакие уговоры ему не помогут хотя бы потому, что его все устраивают. А вас нет. Так именно потому, что вас ничего не устраивает. Именно поэтому вам и нужно что-то делать. А что делать, спросите вы? И я на этот вопрос вам отвечу так. Вам нужно обособляться от этой семьи. От этой семьи, которая вам, ну, не совсем, вообще говоря, семья. Что-то они откладывают ощущение, что вас вообще в забертик как будто держат. Я не думаю, что это вообще правильно и хорошо для вас. Ну и давайте подумаем. Какие цели преследуют эти люди? Цели эти люди преследуют только свои. О вас они не думают. Значит, если они о вас не думают, стоит ли думать о них? А вы о них думаете. Любит ли вас ваш мужчина? Ну, вот, по тому, что вы пишете, становится ощущение, что нет. Вы приглашаете быть с ним. Хотя, ваши родители могут вам дать, условно говоря, какую-то живоплощадь, на которой вы могли бы спокойно воспитывать ребенка. В гораздо более спокойных условиях, чем вы это делаете сейчас. То есть, вашему мужу нужно дать понять, что вы терпеть вот такие вот выходки со стороны фрикрови, с его стороны, не будете. Потому что вы о себе беспокоитесь. Вы беспокоитесь о ребенке, что гораздо более важно. Ну, и если мужчина вас любит, но он, скажем так, немножечко добудался, если он немножечко сместил свои приоритеты, такое, к сожалению, бывает иногда, то вам нужно вновь заново ему эти приоритеты, ну, подсказать. Напомнить ему о том, кто вы есть. И напомнить ему о том, чтобы он не забывал, чего вы хотите. Вот, пожалуй, это является самым главным. А как напомнить? Ну, я надеюсь, понятно. Только через определенное поведение. Вот так вам и нужно двигаться. Так вам и нужно поступать. И до тех пор, пока вы, вот, не будете так делать, пока вы, условно говоря, будете надеяться на то, что, как все это разрешится за само собой, боюсь ничего не изменять. Потому что, ну, само собой ничего не разрешается. Вы лучше, пожалуйста, простите. На этом, я думаю, можно закончить. Я понимаю, что вам, наверное, хотелось бы более такой конкретной рекомендации относительно того, как вам поступать и что делать, но поймите, пожалуйста, что мы этого не можем именно в силу того, что существует профессиональная этика. Вам необходимо думать о себе и о ребенке. Ребенок действительно живет в ужасной атмосфере, и вы можете избавить его от этой ужасной атмосферы на самом-то деле. Вы можете его избавить. Если захотите, если у вас хватит храбрости, я бы сказал так, храбрости, на то, чтобы начать заботиться о себе, чтобы начать беспокоиться наконец-то уже о самой себе и о своем ребенке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Понимаете, и у вас, лично у вас, я думаю, что все в порядке. То есть у вас проблема только одна. Вы не до конца проработали, не до конца понимаете, какие у вас отношения с мужчиной. То есть зачем вам мужчина, который не защищает вашу семью? Почему вы отдаете предпочтение именно этому человеку? Почему вы с ним находитесь до сих пор? Почему вы не бросили его? Почему вы не сказали ему о том, что так нельзя? Или вы считаете, что он вас до сих пор любит? Или вы считаете, что то, что он делает это нормально? Вот это ключевой момент. А свеклаз ну вы знаете свеклаз в команде с мужем. Если ваш муж примет вашу позицию, свеклаз не будет представлять опасности для вас. Потому что муж вас будет поддерживать. А если он вас не поддерживает, то и смысла вообще терпеть все это нет. Вот это главная мысль. на этом все еще раз желаю вам всего доброго и удачи.